Песняй, сокровище благих и жизнеподателю, прийди, силися вны, и очистины от всяких сверных, и спаси, блажа души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Благослови это наше собрание. По Слову Твоему Святому, Господи, обратиться ко всем людям нам дару, Господи, чтобы это Слово Твое было всегда с нами. Дару, Господи, хранить его в сердце, как некогда хранила Матерь Твоя все, что было с Тобой, все слова Твои. И это помогло им стать такой верной Тебе. Дару, Господи, надо быть верными, послушными Слову Твоему Святому. И пойти в этот мир грешный и прелюбодейный. Чтобы еще подольше не пришел Антихрист, ну да будет во всем воля Твоя Святая. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 14 глава, с 32 по 42 стихи. Пришли в селение, называемое Гефсимания. И он сказал ученикам своим, посидите здесь, пока я помолюсь. И взял с собою Петра и Акова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте. И отойдя, немного пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И отойдя, немного пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его части. И говорил, Ава, отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты. Возвращается и находит их спящими и говорит Петру, Симон, ты спишь, не мог ты бодрствовать один час. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощно. И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими. Ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им, вы все еще спите и почиваете. Конечно, пришел, простите, кончено, пришел час, вот предается Сын Человеческий в руки грешника. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня. Толкование. Встаньте, пойдем, вот толкование. Христос всегда имел обычай молиться наедине, подавая и нам пример, чтобы мы для молитвы искали уединение. Он берет с собой только тех троих учеников, кои были очевидцами славы его в фаворе, дабы они, видев славное его состояние, видели и состояние скорбное. И таким образом дознали, что он есть истинный человек, и скорбит, и тоскует подобно нам. Ибо как он воспринял всего человека с его естественными свойствами, то скорбит и тужит, без сомнения, по естеству человеческому. Ибо мы, люди по природе, отвращаемся от смерти. Таким образом, когда он говорит, пронеси чашу сию мимо меня, он обнаруживает в себе человеческое свойство. А за сим присовокупив, но ничего я хочу, но чего ты. Он научает нас, несмотря на требования природы, просить того, что угодно Богу. После молитвы, пришедши к ученикам, он нашел тех троих учеников спящими, но упрекает одного Петра. Как бы так, говоря ему. Не ты ли обещался умереть со мною? А я одного часа не мог пободрствовать. И ты ли можешь презреть смерть? Но бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение и не отречься от меня. Пусть дух ваш готов не отрекаться, как вы и обещались мне, но плоть немощна. А потому, если Бог по вашей молитве не даст силы плоти вашей, вас постигнет беда. И опять, отойдя от них, начал молиться и говорить те же, что и прежде слова, дабы и вторичным молением удостоверить, что он был существенно и истинно человек. Да и нас научить молиться чаще, не так, чтобы проговорив что-либо в молитве однажды, тотчас и оставлять ее. Надо бы с усердием повторять молитву. Увидев же учеников опять спящими, уже не делает ему прека, потому что они отягчены были сном. Отсюда познай человеческое легкомыслие и немощь. Вот мы и сну противиться не можем, а обещаем часто невозможное для нас. В третий раз Христос молится по тем причинам, о которых мы говорили выше. И снова приходит к ученикам, но не обличает их, хотя и следовало обличить, так как они и после упреков не укрепились, но предались сну. Говорит не с тем, чтобы бежать, но чтобы встретить врагов. Выражение «Душа моя скорбит смертельно» некоторые разумеют так. Я скорблю не о том, что должен умереть, но о том, что меня распинают израилетяне, ближние мои, и зато будут отвержены от Царства Божия. Длинная пуколуния. Дальше? Ну, главное-то, что я с той стороны смотрю. Видимо это, понятно. А в невидимой стороне. Сегодня как людям это не понять? Ведь я проверяю себя с ним, беседуя, которая отрицает это. Каждое слово от сатаны, это не просто так. И он не воскрес. Кто сказал против жертвы Христа? И кто не приносит этой вести? Не принимайте. И кто не будет исповедать Христа, пришедшего в плоти? Есть двух антихриста. Антихрист. Дальше. Кто будет приносить это не это учение о Христе? Галатам 1.8.9. Анапима. Я считаю. Я вижу, как вокруг закипает ярость. Я никому не говорю, я просто считаю. Ну ты сам себя определи. Понятно? И человек, который это слышит, если он виновен, у него все внутри закипает. Я никогда до этой рулетки не знал, что настолько люди эти бестолковые, необразованные, блудливые и прочее. Никакого сдвига духовного нет. Никакой порошинки духовного нет. Все на силу. Не так руку отрубил. Не так, значит, убил, завязал. Почему что-то духовного нет. Я говорил, наверное, у нас, если он и две жены одновременно живет, его поганцы в дом не пустят. И в церковь нет. А у вас четыре святости. И что тут непонятно-то? Да это не Бог, только разный. Бог один, а все разные. Вот так говорят. Не один. Бог, который дал заповедь не глядеть. То что спрашивает того, когда имеешь? Реально. И нет преграды, что только одну выброс, другую берет. Писали там где-то. Двухсотую свадьбу играет. Двухсотую. Но закон ни разу не нарушил. Она понравилась, он подводит и глянул, какая вы. Жена первая-то. Долой. Все. Сосед лишь бы три крика услышал. Я развожусь с Нинкой. Все. Нинки нету. Три раза. Слышу, слышу. Все. У меня свидетель есть, что я развелся. И она не имеет права в дом войти. И что тут духовного-то? И особенно вот это вот. Если она ушла, или он ее выгнал, а потом полюбил и решил взять. Не имеет права вернуть ее, пока она прежде не возьмет прослойку. За кого-то должна выйти замуж. А потом тот должен дать ей разводной или что-то, да, войдет. А у нас Еремея 3-7, я 3-1. Я развратилась и вся земля. То есть у нас это наивысший разврат считается. Там засвязывается. От кого это может быть? Тут не просто как-то. Я не беру конкретно кого. Это может быть 100 лет назад, а может тысячу лет или полторы. Это для всех закон. Я каждый день с ними беседую. И такая ярость прям поднимается. Сразу кричит одни и те же слова. А набор стандартный. Где вы видели, что вас Бог засчитаете за Бога? Я говорю, ты куда лезешь-то? В твоей книге еще написано. Ты это оставай, что так волнуешься? Мне написано так, я считаю. А где это написано? Евангелие от Иоанна в 13-13 написано. Вы называете меня Господом. Я действительно тот. Он отверг это или нет? Ну если непонятно, ты мне сейчас подам Библию. Посчитаешь мне. Так, где здесь лежала Библия? Вот она. Евангелие от Иоанна в 13 главе, 13 стих. Давай. Считай. Я не другое беру. Своё учение, которое у них названо от Бога данное. Не тауры там какой-то, а инжил, Евангелие, Новый Завет. Так. Смотри внимательно. Ты что ищешь? Ты что ищешь? Евангелие от Иоанна не откровение. Потихоньку не разломай. Там недалеко. Там недалеко. Да, да, да. Ты далеко. Не, 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 не. Далеко ты чересчур. Вот так. Всё. Где-то тут. Вы называете меня Учителем и Господом. И правильно говорите. Ибо я точно тот. Какое доказательство это? Кто это сказал? Он сам о себе не говорил. Всё ложь. Он говорил о себе это. Так, теперь открывай 1 Тимофею 3.16. По частям сейчас пропоём. Прямо пропоём один стих. Так, Тимофея? Он певущий такой. 3.16. 1 Тимофею 3.16. 3.16. Так, это Павла? Да. Ну, конечно, Павла, а не Игнатьева. Я и так ещё не знаю, где это что-то. 1 Тимофею помоги найти. Великая богатинство. Надо каждый день открывать. Займёмся, брат, тобой. На ощупь. На ощупь. У меня слухой был. Займёмся, но я сейчас там в этом. На следующем занятии, потом пройдём. Пройдём. На следующем занятии тоже будет ликбеса. Тоже надо. Сейчас ещё ищите. 1 Тимофея 3.16. Ребята, дайте сюда. Это переделка. Шмар какой-то. И безпрекрасного. Поздём на весь мир. Филимон, куда ты? Тимофею. Вот, вот оно. 3.16 считает. Пропоём. Не вторая же. Первая же. Первая же. 3.16. Пропоём сейчас мы его. Давай. И беспрекословно. Великое благочестие. Тайна. Что такое беспрекословно? Прекословить нельзя. Беспрекословно. Ну, то есть молчаться. Безоговорочная капитуляция. Никаких условий не принимаем. Дальше будем решать. Нюберский процесс. Всё будет. А не так. Они хотели заключить союз, сохранить армию. Чтоб только на один фронт войска. Безоговорочная. И американский подписывай, тоже безоговорочная. И я это ничего не мог сделать. Дальше. Благочестие. Великое благочестие. Великое благочестие. А что такое благочестие? Благая честь. Тайна. Сотворённое благочестие. Богом. И люди благочестивые принимают это. Великая праведность. Ну, хорошо. Вы слышали такое? Благодать. Да. Даром данное спасение. Такое написано дважды. Благодать на благодать. А что это такое? Великое благочестие. Благодать, это достаточно? Нет. А ещё благодать на благодать. Что это такое? Женщина. Да, жена. Жена. А знаешь, ты можешь войти в это. Только жить по-другому. Не спать, работать, трудиться. Написано, жена боязливая Бога. Благодать на благодать. Жена. Она источник смерти. Через неё мы все умираем. И она, наверное, временно знает о благодать на благодать. Теперь, закон дан через Моисея о благодати и истины во Христе. То есть, Моисеев закон благодать, а на него пришёл закон Христова благодать на благодать. Читай. Благочестие тайно. Пропоём. Бог явился во плоти. Так, кто явился во плоти? Бог. Я куда могу пойти, когда эта книга мне заповедана? И она утверждается вашей. Мы люди Писания. В Писании там написана не какая-то другая книга, только эта. Вы никуда не сходите. Это самый простой, лёгкий путь. Не нападая, а показать, что мы верим правильно. Бог явился во плоти. А это переписывали неправильно? Так. Неправильно. Переписывали. Кто переписывал? Когда допустил ошибку? Он ещё не знает. Ему сказали, он да-да-да, а ничего дальше нету. Нету. Никто её ошибки не переписывал. Я считал на английском точно так же. А их перевод к нашему никакого отношения не имеет. Я считал на других языках, немецкий, точно тот же перевод. А немцы перевели намного раньше, чем мы. И лютер перевёл. В какой век перевели? И решили по-другому сказать. И на небе свидетельствует три. Прямо написано три. Отец, Слово и Дух. Кто это? Теперь первое, сказать, Евангелие от Иоанна 1.1. Вначале было Слово. С большой буквы. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. То есть Бог был у Бога. А кто это такой? Сколько же там Богов-то? Ясно, что Иисус Христос, Он и Бог, и Сын Божий, и Бога-человек, Второе лицо Троицы. Вот. Вы даже не знаете. А как? Не подаётся разум. Он не понимает. Абсолютно бездуховные люди. И рай устроили себе точно такой же. Я спрашиваю, вы серьёзно верите, что так и будет? Что сорок гури будут, специально какие-то создания, как девственности женские. И у них девственность возвращается на них. И каждую ночь у него будет по сорок там или сколько. Всё, в умею или нет. Это можно думать где-то. Ну, это же небо. Я ничего не придумаю. Я спрашиваю. Это в великом разврате сердца можно. Я беру то, что нигде не употреблял ни Данила, ни кто. Сысоев-то. Я определённо спрашиваю. У нас Соломон, у вас Сулейман. Это одно и то же? Все говорят, одно и то же. Теперь. У нас у него три книги. Прища, премудрость и крестьярство. А песни, песни ещё? Геннадий Иванович. Четыре. Четыре книги. А у вас четыре предложения даже нет у Сулеймана. Почему? Если он один и то же герой. И вы ниоткуда о него знать не можете узнать. Только из этой книги. Других-то не было. Не надо там говорить с неба или как. Конкретно. Почему? Что ваш Сулейман совершенно не такой. У него мудрости нету. Одна мудрость показали. Когда царист Асапска подол подняла. Надо додуматься. Он шлифовал пол. Ей показалось, что это вода. Он жал посмотреть, что у неё под юбкой. Это всё официально. И она обидит. А на самом деле нет. Отражение идёт. Она юбку-то подняла. И Соломон у неё тысячи у неё женских. 300-800-700 народжий. А ему ещё охота что-то узнать. Может, другое устройство. Я не прибавляю. Я беру из них улучшения. Разве можно так? Заводство не так решил увидеть. А рождение свыше. Водительство Духом Святым. Это вообще не по нам. А мы только этим живём. Стижание Духа Святого. Понятно как? Притом не поминай никаких названий. Три табу. Определённо. Я верю по своей книге. Вашу не трогаю. Пожалуйста. Я сегодня только с ним разговаривал. Долго. Пойдём дальше? Да. Оправдал себя в Духе. Так, оправдал в Духе. Духовно. Не по-человечески. В Духе Святом. В Духе Святом. С большой буквой Дух, да? А? С большой буквой Дух. Ну, может, в Духе или маленьком. В Духе Святом. Я в Духе, значит, в духовной жизни. И поэтому переводчики часто не знали, как в ком поставить. Дух дышит, где хочет. И не каждый знал, как поставить. С большой или с маленькой. Но оказался перевод такой. Ветер дует, где хочет. Жужжание его слышишь, а не знаешь, откуда пришёл. Речь идёт о ветре. Ну, дальше. Показал себя ангелом. Его ангелы не видели никогда Христа. А сколько лет не видели? Может, миллион лет, не знаю. И они его не видели. Они его сейчас увидели. Кому они воспевали день и ночь песни, находя в этом великое утешение и радость. Показал себя ангелом. И ангелы воспели. Слава Вышней Богу, что показал нам. И в людях другое желание будет. В человеческих благоволения. И на земле мир будет. А наоборот война пошла. Никто такой войны всеобщей не объявлял. Ни одному человеку, как христианам. Ну, допустим, Писание нам говорит. И когда выйдешь и знаешь, что на тебя идёт с двадцатью тысячами, у тебя десять тысяч. Примирись, пока не поздно. За стол сядьте. А с детства ведь не так. Здесь не просто. А к миллионной какой-то, триллионной. Никак мы не можем воевать против Христа и прочее. Сила неравная. На земле мир. Где? Во Христе. В мир, где? Мир имеет тройное свойство. Мир с Богом. Прости меня, Господи. Я примирился раздавленный. Ради Христа. Прости меня. Второе. Мир самим собой. Я себе не могу простить то, что я делал в жизни. Прости меня, Господи. Дай мне мир в душе, что ты я прощённый. И мир ещё какой? С собой, да друг с другом. С человечеством. Это труднее всего. У нас три врага. Сатана. Вот этот мир. И третье в зеркало, посмотри. Зеркало. Везде всё на троих день делится. Молитва. Я тоже нигде это просто наработал. И сейчас повторяю. Вот это просьба. Тут все дай, 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 дай. Второе. Благодарение. Получил, не получил. Только христиане могут так. И третье словословие. А как словословие? Проповедан в народах. Так. А как он написан? В народах. Как проповедовать? Если не будет посланы. А вера, что? Вера, ослышание. А слышание от Слова Божьего у них закрыто вообще не считают, не знают. А Слово Божье от кого? От Бога. И поэтому нам, христианам, говорят, а знаете, сколько христиан к нам приходит? Ни один не перейдёт, если он верующий. Ни один. Под великими пыльцами христиан казнили, когда ни один не шевелился. А куда идёт тут? Так по-вашему, лучше, что он какой был наркоман? Конечно, лучше, что не наркоман. Я реально смотрю. Но говорить, что он православный был, там ничего не было. Или был христианин, который был. А как он был? Да никак. Тут, по крайней мере, определённо четыре. А у этого сорок четыре было, ещё спрашиваются. Ничего нет. Надо научиться вот эту кромку найти, за неё не заходить, время не тратить. Я вначале кинулся изучать, там, которые большие миссионеры, как беседуют. А теперь вижу, а зачем знания, они не знают. Я ему ссылаюсь, но я не считал, можете не говорить. Все, абсолютно. Один нашёлся, который просчитал, с обратной стороны. Я вас стал спрашивать, говорит, я ответить не могу. Вот и весь сказ. А который выступает, говорит, вы на него натолкнитесь, он вас расчехвостит. Да я зашёл тогда к нему. Обман. Что дальше? Ещё одно. Принят верою в мире. Верою? Ни ничём. А вы знаете, и Русь крестили, сколько убили? Полтора миллиона христиан, это сказать, язычникам залит. Полтора миллиона. Да полтора-то миллиона до дальней сопки нигде не было. Вы понимаете? Во всей Римской империи было только 150 миллионов. И вдруг те, которые между собой печенеги были, окрестились они печенеги, русичи, и миллион убили. Понимаете, цифра-то какая-то. Ну, скажи, там, одного человека убили. Так ни одного не убили. Он пригрозил, и все приняли. Дальше. Вознёсся во славе. Вознёсся во славе. А какая слава? Что Он выполнил то, что для чего-то Отец меня послал. И славу, которую я имел от начала мира, Ты мне дал. И крест Христов, это слава. А почему? Высшая любовь явлена. Он умер за грехи людей. Всё? Конец, да? Вот так. Начало четвёртой главы. Всё это надо напевать в себе каждый раз. И беседуя с ним показать. Я делаю то, что есть. Насчёт насилья 1 Иоанна, там, 2-4. Кто не приносит всего учения? Рождённый от Бога не грешит. Кто приносит другое учение? Другое. Есть дух Антихриста. Не просто другое учение, а от Антихриста. Не важно, кто и где, когда. Пошёл. Евангелие от Марка, 14-43-49. Потише, гриммыхайте. Лучше вообще не гриммыхайте. И тотчас, как он ещё говорил, приходит Иуда, 1 из 12. И с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав, Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно. И придя, тотчас подошёл к нему и говорит, Рави, Рави! И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлёг меч, ударил раба первосвященникова и отсёк ему ухо. Тогда Иисус сказал им, Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся писания. Толкование. Марк умолчал о имени его, чтобы не подумали, будто он хвалит Петра, учителя своего, за его ревность о Христе. Но Пётр, кстати, отсёк ухо ку архиерея вороба. Этим указывается на то, что иудеи были люди непослушные, непокорные и невнимательные к писаниям. Иначе, если бы они имели уши, внимающие писание, они не распяли бы Господа славы. И не другого какого-либо раба поразил Пётр, а архиереева. Ибо архиереи первые не слушались писания, сделавшись рабами зависти и самолюбия. Когда же он сам восхотел, тогда и предал себя им. Досбудутся пророческие писания Исаии 53, не пререкая, не вопия, но добровольно последуя за ведущими. Игнат Тихонович Лапкин даёт комментарий на слова Фефилакта. Если бы они имели уши, внимающие писанием, они не распяли бы Господа. И ещё одно место. Архиереи первые не слушались писаний. Эти слова выделены жирным и подчёркнутым. Итак, комментарии. Как тогда, так и во все времена. И ныне те, кто не слушают писания и не вникают в их таинственный, животворящий смысл, они не могут остаться сторонними наблюдателями того, где проявляется проповедь Евангелия. Они делаются первыми гонителями и душителями истины. Это архиереи и священники, которых Бог не избирал, но они сами назначили себя руководителями и взгромоздились на Моисеевом седалище. Евангелие от Матфея 23.2 И сказал, На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Что, менялись, да? Фарисеево седили. Все повторяется заново. Но только уже в овечьих одеждах, под пение православных гимнов и типикона. Христос сказал, что весь мир для христиан – волки. А епископы и пресвитеры, которые не будут слушать Слово Божие, «Лютые, бешеные волки сто крат опаснее безбожников». Матфея 10.16 «Я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Деяние 20 глава 29-30 стих. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Из слов Евангелия блаженный Феофилакт делает единственно верный вывод, который мы и читаем здесь. И отрицать его православным никак нельзя. Но нужно только согласиться с этим. Феофилакт не был баптистом. Он православный архиепископ. И слова его приняты всей церковью, как слова хорошие и нужные. Отвечаю на твой вопрос. Это не мы. Да дай-то Бог. Фарисеи и книжники. Ну, священники, первосвященники, тебе понятно. А фарисеи и книжники, фарисеи, это была такая религиозная партия. Ну, как сейчас есть христиане, демократы в этом. У нас в Германии, да у них прям партия. ХДС, ДСПС какая-то переводится. ДСС, да. Именно так. И вот там была такая партия тоже. Как понять партия? К ней примыкали, как члены, простые люди. А во главе стояли этой партии. Ох-ох-ох. Конечно же, князья, богатые и так далее. А книжники, это вообще богословы. Кто из нас богослов? Игнать Тихонович, он не богослов. Ты что ли богослов? Я тоже не богослов. Что мы можем? Мы читаем то, что написано. А вот Игнать Тихонович, он избранный для того, чтобы прокомментировать. Нужное для нас сейчас. Вот он комментарий. Ну, сопротивляйтесь, кто может. Давайте там тренируйте мышцу языковую или какую-то. Попробуйте напровергнуть. 297 комментариев нам, вот здесь, да. Ну вот. На толкование, на толкование. Вот главное опровержение. Вот здесь вот, вот в это. 20 глава. Из вас самих. Из кого из нас? Мы никто. Вас станут лютые волки. Я вот не просто не волк. Я вообще никто. Я разговаривал со священниками, когда я начинаю задавать им вопросы о крещении. Почему они не крестятся, почему оглашения нету. Единственное, что они могут только сказать, и они вот так все и отходят. Ты кто такой? А мне это бальзам на душу. Я думаю, ну и хорошо, что я не кто такой. Так ты кто такой тогда? Ты! А люди простые. Я видел их такие люди. Они сначала слушают слова Христа, а потом священник только скажет. Это еретик, а то его. И они сразу переметнутся. Моментально. Только священник сказал. Вот где опасность-то вся. На Моисеевом седалище взгромоздились. Селись вот так вот, разлепешились. И теперь начинают руководить. Они что, не знают, как людей вести? Не могут вести. Потому что заснули. И не бодрствуют. О чем говорили в первом поисовании. Христос говорит, бодрствуйте, а они заснули. Почему? Не дал Бог силы им не спать. Не дал. А Иоанна Тихоновичу дал не спать силы. Вот и все. И человек не спал, молился. И Господь открыл перед ним. Ману небесную, ну в духовном плане разбросил. И теперь только собирайте, кушайте. Да помного не собирайте. Не каждый. Не на два дня. Хоть на один денек-то немножко. А то черепь будет. А то начинают. В экзотальцию войдут. Это просто святой муж. Через месяц уже поносят словами непонятными. Вы потихонечку вкушайте. Сколько Господь дает. Потихоньку. Почему он только комментарии дает на проповедь и на любовь к Слову Божьему? Почему именно это? Потому что это ключевой момент. И это 12 глава, 48 стих Евангелия Теана. Потому что Слово Божие будет судить нас в последний день. Вот смысл-то в чем. Слово будет судить. Здесь Христос. Вот оно, Слово есть. То есть любовь к Евангелию и любовь к Слову. То есть передача этих слов Христа другим людям. Это основное. А потом там многое другого есть, которое законы не исполняются. А если он это еще бы задел. Тут книга была бы потолще Библии. Вот сколько нагрешили уже книжники-фарисеи. А они, да, главное, это у них 7 глава, 1 стих Евангелия от Матфея. Ты меня осудил? Как это сказать, оскорбил. Ты меня осудил? Не суди. Да не судим будешь. А что я тебя осудил? Подожди. Чем? Давай разберемся. Никто разбираться с тобой не будет. Я прав и все. Я на Моисеевом седалище, а не ты. Так что ты себя не мни так высоко-то. А то действительно Господь посадит, будешь знать. После цеминарии? Да. Меня уже не посадят. Да кто знает. Он же памятник. Моисеев, седалище. Евангелие от Марка 14, 50-54. Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним. А воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику. И собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. «Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня». Толкование. Ученики разбежались, ибо невозможно было самосущей истине и пророкам солгать. Только один какой-то юноша шел за ним. Этот юноша был, вероятно, из того дома, в котором ели Пасху. Некоторые, впрочем, думают, что это был Иаков, брат Божий, прозванный праведным. Ибо он во всю свою жизнь ходил в одной мантии. По вознесении же Господнем он принял от апостолов и престол епископский в Иерусалиме. Он-то, говорят, оставив верхнее покрывало, бежал. И нет ничего удивительного, что когда бежали верховные апостолы, и сей оставил Господа. Впрочем, Петр, являя теплейшую любовь к учителю, следовал за Христом. Закон повелевал, чтобы у иудеев был один архиерей во всю свою жизнь. Между тем, у них когда было много архиереев, которые один за другим каждый год покупали власть у римлян. Таким образом, архиереями евангелист называет тех, которые, пробыв некоторое время на архиерействе, оставили он их. Конец толкования. Его нельзя было оставить, архиерейство. Архиерейство – это первосвящение. Его нельзя было оставлять. Ни в коем разе. Первосвященник должен умереть. И тогда другого избирает, первосвященника, Господь. А здесь это уже отступление от закона было. Покупали его и продавали. А вот я читал, что когда обвинения на подсудимого давали, они должны были в знак подтверждения того, что их обвинение не ложно, а возлагать руки на обвиненного. Слышите такое? И если его обвинение оказывалось ложным, то вот это вот свидетельство, что он руки возлагал, это как печать. Я говорю правду. Вот как мы ложим руки сегодня на Конституции, на Библии, клянусь говорить правду, правду, правду. И вот тогда было возложение рук на обвиняемого. Они ложили. Не читал такое? И вот когда Иуда его поцеловал, он говорит знак. Он должен был знак им дать вот такой. То есть я говорю, что он виноват. Они же лжец свидетелей искали. А тут написано, что Иуда только поцеловал, а возложили на Христа руки. Уже вот другие. Возложили, это значит повели его, то есть начали толкать. Нет, я читал толкование, что... Вот это понятное. Не читал ты? Нет. Ладно. Нет, я не знаю такого. А вы не знаете такого Инотика? Что же первое вопрос? Непонятно. Я даже не знаю, что непонятно. Начинает вержение камня. Что это вержение? Вершина, наверное. Начинает вержение. Отошел от них на вержение камня. Ты вообще так и понимал, что... Камень извернутый какой-то лежал. Оказывается, на расстоянии броска рукой камня. Тут все понятно. Ну а сколько, Боже? 30 метров. Отошел на такое расстояние и сам молится. И здесь-то мы должны уже не искать никакой сакральности, а конкретно, что это означает. Вот эти слова мы встречаем иногда в своей жизни. А вот от него пролетает. Я вот сегодня говорил, пробовал. Дал три раза каждое слово считать. Маленько запомнил. Притом, всего семь мест. 7 и 7? 49. Ну, я еще один там назвал стих. 50 раз открыть Библию. Одной проповедью. Ну, сегодня-то вообще нет никак. Вот сейчас он считает. Там Юрасов, Архимандреев, знатный. Все. И ответ он дает. А потом я даю и толкование. То есть, комментарии. Ну и как? Хорошо. Шикарно? Шикарно. Поэтому ни один не ответит. Ни Ткачев, ни Смирнов, ни Патриарх. Им не ответить на этот вопрос. Почему? А они не знают. А во-вторых, если будут знать, они не скажут. Они боятся. Там говорится так. Я смотрю, вот как вот, вышел на лоб. Я не вижу, кто передо мной. И все документировано. Самое главное. Он засчитывает непрерывно документы. Такое-то издание, такое-то, вот такая-то страница. Опять прочитает, опять. То есть, я сейчас не могу понять, где я мог брать эти документы. Я в архивах работал в Краевой библиотеке. Проник в самую глубину у них. Кое-что дал. И гаду. У меня там возможность была. Мед получили. Я сейчас не знаю, что. Но иначе бы я их не сдал. Придом это все панограммой было. Говорит, допустим, Ленин. А где ты найдешь? Я там у них сидел и переписывал. С этих дисков. С этих дисков. Агромархонные пластинки. Вот. Жуков. Корс. Харст. Там заключает. Мир. И какие слова, говорит, я реально оттуда. Говорит, это я составлял такие программы. Эти программы были похищены. Малая часть осталась на моем сайте. А как вы понимаете? Вот это не надо, как я понимаю. А как они, говорят, мне от своих мыслей тошли. Нечто твои будут. Надо конкретно. Что заложил Бог в эти слова. О. Это надо. Вот. Хорошее здание. Удобно сидим. А в этом самое деятельное участие принял мэр города. Его советник. Приходил сколько-то лет назад такой. В общинниках. Я молюсь о них. Иногда. Прошу Бога прощения. Оба-то они. Какие они были. Но они сделали доброе дело. Я этим добрым делал. Да. Что доброе? То есть они не дали мне ни рубля. Это мое законное. Мне вернули. Но без них они не возвращали. 11 лет шел суд. 11 лет. Это никаких нервов не хватит. Не то, что глаза полопаются. А это все кто должен был писать. Все ссылаться. Свидетели мои должны быть. А их свидетелей нет. А некоторые врагами стали. И Бог Адаленко. Какая-то Амелина. В Москве. Президент Верховного суда СССР. Суд вынес. Уже решение. Ничего мне не положено. А президент может отменить. И краевой судья. Здесь был Пашков Виктор Иванович. Генерал-майор. И он говорит. В моей практике этого не было. Чтобы гражданское дело. И разбирал не краевой суд. Не Российская Федерация. Да еще там президент. А СССР. Да еще президент. Да только по крайне тяжелым государственным статьям. А у вас-то не такая тяжелая статья-то была. Почему молились. Поэтому я верю. Я верю. Не только мне. А совершенно слепому. Он давал зрение. Вам понятно. Если некоторые не знают. Я не мог пойти на операцию. От меня независящее. Забыла. Но я так облег. Такое что. Я молюсь и все. Я не мог. Реально не мог. И поэтому что говорили. Оно все мимо. Хотя я все воспринял. И когда я говорю. Так сейчас сразу пятница. И тобой знали. Я тебе сказал. Ты помалкивай. То есть я мог лишиться глаза. Мы догадываемся. Вот так. А там глаз. Это же не пятка. Без канонов тут не обошлось. Наверное. Хотя Ахиллес погиб из-за пятки. Вот так. Вот она знает. И два раза. Я говорю. Чуть-чуть отвлечься. Почему ни одни врачи со всеми приборами. Которые отнимают. Не надо думать. Что тут они никакие. В разных местах. Ничего кроме пикапа не прописывай. На операцию не посылай. Она ведет мое дело. Если пойдем где-то еще. Ну куда-то. Я не знаю. А где я был. Там ни одного человека нет. Ерунди. А у него должность он стоит. Ему хоть криком кричи. Но хоть человека два в день дай. Это не Щеглецов. У которого сердечники были. Он кажется три операции сделал. Сзади не умер. Улица Щеглецова. Я это знаю. А здесь конкретно. И при том. У меня были очень большие сомнения. Что уже все знают. И только ждут. Чтобы я попал туда. И лечился глаза. А это при том. Мне стало легче. Я не мог уйти. Я не могу ей не говорить. И ничего. Да. Только это не день. Не два. Шесть лет. Уже сколько там забитого-то. За шесть лет. Ты сколько провел там-то. Глаза-то жег. Да и чего мне лечиться-то. Я лечусь. Я не против. У меня тяжеленные операции были. Я взбиваюсь на это. Чтобы разъяснить. Ты не правильный. Зачем было сказано. Иезекия взыскал врачей, а не Бога. Зачем эти слова написаны в Библии? Вам это не грозит. А? Вам это не грозит. Вы и Бога взыщите. Мы вам верим. Вы не думайте про это. Ну зачем написано в Библии-то, что он взыскал. К врачам написано, благоразумно не будет пренебрегать врачей. А тут взыскал врачей. И написано, а он взыскал врачей, а не Бога. Тут толковать нечего? Да он, видимо, отрекся, значит, от Бога. Совсем никакой надежды у него на Бога не было. Вот и все. Вообще-то он не вирус, что ли. Наверное. Поэтому он исключительно врачей взыскал. Наверное. Так, Игнатий Иванович? Минимум 6 тысяч с половиной лет никто ничего в глаз это не залазил. Зачем такие строгие меры были в Греции? За потерю глаза казнился врач. Так просто они не приступали. Это была очень дорогая цена, жизнь. За глаз, больше ни за чего. Интересно, законы были какие? Разорение пщелиной семьи, улья, приравнивается к убийству человека. Такие законы были. Мальчик, 6-летний, поймал перепелку и нашли самые остренькие ножки. Что это еще ему будет? Это ребенок, что вы хотите? Заседает Верховный суд Эллады. И все они на уши проголосовали. Он не должен жить, давать потомство. Его казнили, 6-летнего. Это самое высококультурное, гуманитарное государство было. Нам еще непонятно? Несовершеннолетних сколько сидит? Вот Руслан, сзади его Руслан, сейчас не знаю как. Он мне надо машину, увидел, машина стоит. Он сбегал домой, дядя на ружье взял и залег в пустыне, ждет. Из палатки только вышел, он раз журналист из Санкт-Петербурга. Жена вышла, он ее убил, обоих ребятишек. Он их кирпик камнями, булыжниками, всех сбросил, уже отсидел на свободе. Этого у Гитлера не было. Там 6-летнего ребенка могли казнить. А вот на свободе? 4-ех погубил. Ну хоть какой-то сильный был, он с ружьем сидит. Он из палатки такой выходит, еще и думал, пристрелил. А тут же сел на машины, в вечер, пошел катать девчонок. Они совершеннолетние, 15 лет. Наши законы для кого созданы? Пошли. Вот так. Я бы это все в кучу беру и смотрю внимательно, надо или не надо. Лена хотела что-то сказать. Лена. Для чего в Библии вот этот пример с юношей, который в голову бежал? Для чего он этот пример? Он какой-то имеет двойной смысл? Кроме того, что это Яков был. Нет, ну там же говорил, что архиерейство не надо оставлять. Потому что это одежда, это как толкуется. Когда убежал ногой этот человек. Матамарк считается Матамарк. Ну да, это вроде как в этом Иван Грисмарк. Ну а тут говорит, что Яков. Что для чего? Ну в Библии все рассказывает нам. Нет, это не надо. Смысл. Смысл в войной там какой-то. Она говорит, какой смысл в том, что он убежал? Нет. Он убежал. Что его? А был-то прикрытый только этим. А дерево сорвали, он совершенно голый ваях. Но они так ходили раньше. Нет, она говорит, для чего вообще в Библии этот пример приведет? Нам какой пример? Нам тоже раздеться иголами. Иуда поцеловал Христа. Для чего нам пример этот? Христос зашел в ворота. Ну вот зашел в ворота или зашел? Зачем? Пример для чего? Нет. Один священник пишет. Зачем? Говорит, раб был имя рыбу Малх. Зачем мне эта рыба рабам, которым ухо торубили Малх? Он нигде больше его нету. Зачем? Мне лучше скажите о том, как апостол Павел, то и то там проповедовал, мне одного имени нету. Но он в Риммиле обратил сколько людей, его за Бога признали, ни одного имени нету. А Малхами суют, зачем он? Не надо рассуждать, Бог сказал. Задумайся и доберись. Пошли. А ты что хотел услышать? Нет. Они говорят, зачем в Библии эта порная история эти. Там-то развратились. Отец с дочерями, обе забеременели. Зачем в Библии? А меня это больше всего привлекло. Такие вещи пишутся, значит ничего не таится. Я верю в это. Никто не стилизовал, не стилизовал. Такая трансляция всегда. А голубых тут сколько раз говорится? Нет, говорят, что от них, от лота пошли эти нечестивые народы. От дочерей лота. А монетяне и монетяне. То есть смысл-то есть и тут какой смысл в этом. Смысл есть. Ногом мальчики. А где хвастер, наше священное, это не написано. Вот я потому и не верю. Что это Иоанн. Он же молодой был Иоанн. Марк Иоанн, он и есть. Все, поехали. Иоанн говорит, Марк 4, глава 55-61 стих. Этого не было. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили. Мы слышали, как Он говорил. Я разрушу храм сии рукотворный и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный. Так, рукотворенный я говорил. Не рукотворный, а рукотворенный. Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса, что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют. Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, ты ли Христос Сын Благословенного? Толкование. Люди, сами достойные осуждения, составляют вид судилища, чтобы показать, будто умертвили его, Христа, по суду, по закону. Но где справедливость суда, когда приводятся свидетели, не могущие сказать ничего справедливого, а только одно буйство и нелепости. Да и те самые, кои думали сказать нечто дельное, сказали ложь. Ибо Господь не говорил, я разорю церковь, но разори те. Не сказал при том церковь рукотворенную, а просто церковь. Архиерея восстава прошал Иисуса в намерении побудить его к ответу, а ответ обратить в обвинение. Но Христос молчал, зная, что не будут внимать словам его. Лука 22,67. Вопросы какие возникают? Так, я не мимо пройдем, как бы чуть-чуть сторонку. 22,67. Был тут приезжал игумен Кирилл Сахаров в Берсеневке. Это от храма Христа Спасителя, 250 метров примерно, рядом. И он приехал с группой учеников, и в лагере у меня был. И обо мне написал, какая-то двойственность у вас. Почему вы иконы признаете католические, которые это? Я говорю, а вы не маленькая ошибка, если у меня не двойственность, а тройственность. Вот я хотел на это сказать. Вот смотрите, три книги у меня выпущены. Вот они, Новый Завет. Вот она. Каждая книга, это толкование Нового Завета с откровением, 752 страницы. Так не бывает, это не сделать. А тут получилось, и шрифт не уменьшался, ничего. Как получилось у меня? Ровно 752. Три книги. Такой огромный материал, ну, 700, 73, 21, 2100 уже страниц, до 5200, 2250, да еще там уменьш. Подогнали как-то, наверное, только тебе. Ну как? Ну, просветами не обязательно шрифт уменьшать. Нет, ни просветы не менял, ничего. Я вставил еще что-то. Комментарий? Когда я разбил, примерно как, получается, первое, четверое Евангелие прямо получается целиком. Дальше отдельно я беру, которые, комментарии. В одном месте я расширил комментарий, и она страницу сдвинула. Дальше. Самое главное. Я дополняю. Считай, что я тут дополнил. Это какой, том первый. Считай, что я тут дополнил. На какой странице? Так, эта страница. Так, Златоуз говорит. Дальше. 722 страница. 722? 722. 30 страниц добавляю. Каких? Марцинковский Владимир Филимонович, профессор. Добавлен. Что? Добавлен. Достоверно ли Евангелие? Меня теперь спрашивают, а вы знаете, кто он был? Конечно, знаю. А кто он был? Православный. Родился, мать у него была из священнической среды. И дальше-то он очень любознательный был. Но тут отсюда Николаи, фамилию его образовал, в кружке молодежи-то. И он к нему пристал. И дальше у него что было в жизни? Я даже не уверен, он спасен. Но бывает, меня спросят, Пушкин, как вы думаете, где? Я даже задуматься не буду. В царстве небесном. Почему? Потому что он три дня страдал. Он умирал тяжко. Все загнило там. Царь его простил. Взял попеченье его из семьи. Он писал, тебя твой трон я ненавижу, твои погибли смерть детей. Жестокой радостью вижу. Царь все его простил. Он умер в примиренной церкви, причастился. Раскаялся во всем. У него в последний год на столе Евангелие со стола не сходило. А он в масонской ложи был. Кончина, кончина. Так вот, Владимир Перемонович Марсенковский, у которого я взял достоверное ли Евангелие, он как раз не был таким. Он жил 87 лет. И как он здесь в советское время проповедовал. Потом как его вместе с Бердяевым, там другие, его изгнали. И как дальше был? Крещение принял, по уверенному, у мормонов. У мормонов. Это как же так? А был православный? И вот пошел туда. А потом он где, там, видимо, масонское ложе, и где вступает. И на фотографии теперь с галстуком и усытой как будто. Но я до конца его слушал. Какой он был умница. Как он правильно сказал. И знаю, все это вы просто туда. Ты сначала прочитаешь, что он говорит. Он историк-филолог. Он работал с документами. И вот его результат. Никто так не писал никогда. Достоверное ли Евангелие? Другое у меня тоже осталось немного. Это Оду Державина, Гавриила Романовича, учителя Пушкина. И натягиваю до конца. Одно стихотворение Храпова, Ваппийского проповедника. Я тоже взял туда. То есть добавляет чего-то. То, что не противоречило. Но беру какой-то, не какой масон какой-то. Ну, Державин там все-таки православный. А другое это явно из Ваппийского. И никто не знает где. А я подписываю, кто он такой. И вы считаете правильно? Конечно. Я не смотрю на кто. Вырастил хлеб и дал. И через это не одна тысяча людей пришла к Богу. Прочитал? Вот так. И поэтому двойственных никак нет. Я беру доброй визе абсолютно. Здесь место Писания еще рекомендуется прочитать. Но Христос молчал, зная, что не будут внимать словам Его. Лука 22, 67. И сказали, ты ли Христос, Лука тоже об этом, скажи нам. То есть конкретно у него спрашивают. Он сказал им, если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божьей. То есть он все-таки... Это все трулетки некоторым я говорю. Вы мне на вопрос не ответите. Если я вам задам, не ответите. Ну и я отвечу, вы не поверите. Помню одно. Распятый воскрес. В этом все. Ни шагу. Все остальное сгинет. И не давай никуда. Я Евангелие, Библию. Никого не трогай. Евангелие проповедуй. Поверьте, я многократно не зря повторяю. Я каждый день на этом сижу. Это самый правильный результат. Ни одной православной женщины еще не одевают террористического пояса. Они не одевают, наши женщины, пояса террористические. Давай, пошли. У них не обговорено это ни в уставе, нигде. И что женщины были с поясами, ни в Библии, нигде не написано. И поэтому мы в устав не вели. А что мужчины с поясом 102 раза. Тут ясное дело. Один раз только распоясывавшийся, рабсак, захватчик, хвостун. Вот и все. А мы могли, женщины, конечно, в Потеряевке. В Потеряевке быть с поясом. Они написали, что в лагере написано, где бы он ни был, за лагерь будет быть в поясе. В церкви в поясе. А в Потеряевке, только в Потеряевке и здесь. Они поэтому как едут, кому не надо, сразу пояса долой, брюки заправили, в город поехали молочники. Это те, которым противно это. И они мучаются с нами. А если поет Андрей Устинов, то они никогда этого не делают. Ни Алеша этого не делают. Вот как. Я говорю про пояс смертника. Я говорю, ни одна православная пояс смертника не одевала. А они одевают. Потому что тупые просто. Вот и все. Не тупые, а религиозно-талантливые. Да, да, да. Смелые. Я как-то в тихотворении писал, коронованные Кораном. Ну вот это красивые. А в чем их религиозно-талантливость? В том, что среди множества язычников, среди христиан, они этого не видели, не знали. Они узнали, Бог един, Едина Божия. Это самое главное. А дальше на слух что было взято? Книги в руках не было. Поэтому и от Соломона, и от Авраама, и от Давыда. Из Псатыри ни одного из Чеха не взяли. А сегодня дает, чтобы они молятся по нему. Молятся прямо, не переходя никуда. Значит, доказательство самое лучшее. Эта книга получилась. Он был умный, развитый, ходил, но он взял на слух. А рядом жили только еретики-христиане. Он от них ухватил. За раз триста были там. Это пишут они сами. Это из их книги я беру. И что делать? Молиться. Быть дружественным. Показать. Что то, что у нас, намного выше, чем у них. И главное, Христос воскрес. Даже забудешь все, Христос воскрес. Вот теперь ученик, их на допрос уже будут вызывать, они говорят, знаешь что? Нам никогда не ответить. Будем отвечать. Отвещать. А как будешь? Я христианин. Так, как фамилия? Я христианин. А ты? Я христианин. Бились, бились. Это демоны какие-то. У них фамилии нет, у них имени. Дальше молчат. А где жили? Я христианин. Надо вызывать врачей, стихиатрию. Скорую помощь. Я христианин. Ну, обоих казнили. Святые. Помните, как комиссия в лагерь приехала, он разговаривает, а я стою в молчании. А, я наказал за стоять. Да, он стоял там. Так что, машину вызывайте. Скорую помощь. Володя, смотри, чтобы эти маленькие не шибли тебя. Удалить. Так, Сережа, я один вопрос хотел задать. Что означает смотреть с вожделением? Какой смысл вкладывается? Тебе трудно ответить, Евгений? Что такое смотреть с вожделением, что запрещено? И не куда-то, а именно речь идет о противоположном поле. А, женщины? Я понял, наверное, с каким-то мыслью. Что это означает? Как? С развитой какой-то мыслью, да? А? С развитой мыслью какой-то, с умусом. Ну, какой-то определенный, говорит, чего хотел? Ну, мечтание там какое-то, овладевании или что-то. Владеть женщиной. Так, спасибо. Максим Николаевич, что это означает? Это его дема. Овладеть женщиной. Что это? Овладеть женщиной. Он не говорит, что трубит. Аминь. Он во всю вселенную трубит это. Аминь. Как словно. Вот что. А не просто посмотрел. Ну, я вот посмотрел, как ее не полюбить. Вот она любая. Я смотрю, просто душа радуется. Ну, что, девчонки, что? Ну, в мыслях что-то иметь. Я только одно всем говорю. Лучше наших красивых женщин никого нет. И стихотворение сказал. А все накормлены. Нашатком в своем табурете, как в кресле. И, о мой, блудом неисточен. По-прежнему острый. Ты знаешь? Вот еще. Радуюсь. Господь меня сохранил от этого. Но я оценил их красоту. Что на них можно положиться. Вот они, вот они сидят. И заботиться надо. И охранять. А что вы будете делать, если она нет? Не приведи Господь. А было такое, да? Было. Одна выходила из зала сюда, наша бывшая прихожанка-то. А суд-то... Она вышла вот так вот. Отломила порухать. Вот тебе. Я не помню, ты знаешь, кто. Вот и все. Это среди нас были. Но вышли, они зачем? Увидели патриарха Алексея Второго с лавром. За одним столом сидят, беседуют. Все! И ничего нельзя было удержать никак. Не слышно? То есть... А почему не было? Вот самый большой экуминист Марсенковский. Он так и называется экуминист. Даже в биографии. Но он сколько написал хорошего. Я его взял. Это говорит, я вообще не три взято делаю. Теперь-то на весь мир разошлось. И священники, и другие. Но они не знают, кто он такой. Поэтому они... О, я как узнал, я сразу его... Еще не могу сказать. Пошли. Лакмусовая бумажка, смотришь ты на жену с вожделением и не смотришь, это жена. Если она говорит, что ты смотришь, значит ты смотришь. Даже если ты не смотришь. Говорит, как так, я в кино смотрю или в окно увидел. Нет. Ну как? Ну мне было такое. То есть, я говорю, да я не смотрю, я не желаю, не хочу и не буду. Нет, нет, так. И пришлось сознаться, если я не сообщал, она не поверит. Давайте, конкретно там написано как. И всякие, кто посмотрит на женщину, сложнее, другого ничего нету. Ничего не добавляют. Он посмотрел на меня как, неизвестно как. На фотокарточке, в ролике. Нет, ну там как, уже пролюбодействовал сердце. О, речь идет, что он уже хотел пролюбодействовать. Да, да. А не просто посмотрел, удивился. Ну, понятно, это я правильно. Ну, Адам, когда встал, вы думаете, как? Он глянул. Они же голые пыли, ничего не было. И он ничего у нее не увидал, что лишнее у нее. И посмотрел, я даже думаю как. Не хорошо быть. А Бог сделал все хорошо, говорит, и весьма хорошо. Конечно, он смотрел, как классится, и к нему львица подошла, там пантера черная. И вдруг, черноухая, коса до пояса. Кто она, откуда? Когда был сонный, один присвитер баптистский сына женил, в Латвии где был. И говорит, сынок, ты не забывай только, что прежде чем жену дать, Бог усыпил его. Так что ты под морфием сегодня. Под наркозом. Это присвитер своего сына наказывал. Игнатий Ильич, 31 глава, 1 стих. Завет положила с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Прекрасно. Он мне зачем помышлять. Ты на крышу залез и упал. Увидал водолема. А своих-то сколько жен было. Чем она лучше, то других. Что там у нее другое-то? А вот за носу, сколько претерпели. Это и мужа убил. И дом потерял все царство, когда сын-то восстал. Так что написать-то написал. А в действительности, только было непросто. Конечно. Он все, он мог хоть кого выбирать. Я... У нас тут было и два наших брата. Они у нас общие не были. И я говорю, у тебя сколько жен было, Татья? Ну, этих. Восемнадцать. А у этого... А я и не помню. Один знает, восемнадцать у него было их. Наши такие же. Ну, я говорю, ладно. А встер на корне, на шатком своем табурете. А вокруг чистые сестры. Чистые сестры. Такой я счастливый, что Бог додал мне обихоженным. Со всех сторон. Пошли дальше. Ну, правда, я иногда не воздержусь. Похвалюсь там перед кем-то, что красивее наших никого нет. Это американцы сказали, когда были. Пожилые, то в лет по шестьдесят пять. Они побыли. Какие у вас жены красивые. Жены? Приехали сюда. Гуманитарную помощь от нас получить. Игнатимыч, я хочу за вас ответить. Давай. Иллю. Когда Иллю перестал говорить, Господь отвечал Иову из буря и сказал. Кто сей омрачающее проведение словами бессмысла? Кому он сказал это? Отвечая Иову, он сказал Илюю. Иллю. Иллю. Болтал бессмысла, обвиняя Иову. Он и к себе принял. Он говорит, я сказал, молчу и дважды. Но это он потом принял. Потом. Он принял к себе. А когда спрашиваю баптистов, а кто это Иллю? Это Сын Божий. А зато он говорит, это самый лютый безбожник был. Какое разночтение. А я не знал, кто это такой. А когда Зазусну прочитал, я стал внимательно его перечитывать и вижу. Словами бессмысла говорил. Ты же не знаешь жизни Ивы. Мало тебя еще Бог наказал. Еще больше надо было к тебе прижучесть. Так что, когда кто болеет, что не знаю, сказать можно. А ты знаешь, из-за чего болеть? Не знаю, но я не считаю себя невиновным. А иначе как я бы ходил на исповедь? По молодости, может, и было что-то в шалобане-то где-то. Но ничего не было. Как ни крути, результат все-таки. И Бог сохранил. И поэтому я все это помню. И благодарю Бога. А что прощен, в этом счете ты в карьере. А не было, не было. Можно местописание, Игнатий? Да. Вот гляди, как это было. Девятая глава Евангелия Тана. И увидели человека слепого от рождения. И ученики спросили у него. Рави, кто согрешил? Он или родители его, что родился-то слепым? Иисус отвечал. Не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мало кто об этом говорит. А как? Шесть лет. Это уж сколько раз у меня забито там было. А что? Я не знаю. Но я сейчас вижу, смотрю. И главное не кто-то и где-то, а как-то, а доверился. Она придет и... Чужой. Командует. Вот это тебе надо, вот это, вот это протирает. Как любящая медсестра. Выкаты. Я строго выполняю. График составил. Какие часы. Сам себе капаю. И перед ней отчитываюсь. Почему, когда жена вам давала капли, вы отвергли? Значит, отвергли. Какие она давала мне капли? Да кто-то, она родная, что не важно. Не важно. Она еще не давала. Ну, что делала? Не давала. Она не давала. А если она дала, передала от кого-то. Биктор Андреевич покупал, они так и лежат. Я не решился. Ну, а с одной капал дорогой. А тут, прямо отверщая, я сразу почувствовал обрекшение. Вот видишь? Я вижу. Вот смотри, что. Если вы воскресли со Христом, прямо, считаю. Там, могу прощать. Ну, конечно, там двуху большие. А вот те маленькие, вот так. Ну, и там, как хорошо, и как приятно жить, братья, вместе. Псалом 100, кажется, второй. 130. 130, не видно. Тут сбоку скрывается. Ну, да, да, понятно. То есть, я вижу, так это, шесть лет он у меня гниет. Почти 100%. А что за это время было бы? А ничего нет. Я по-прежнему за компьютером. Иногда начинаю работать пол первой ночи. Это все уже. Еще спать не ложились там, Вячеслав? Я еще успеваю. Сегодня вот такие послания пришлось писать. А сколько спите? Да. А? Сколько спите? Ну, сколько. Конечно, когда мало совсем никак, я... Что мало, сколько? Я, я... Ну, я не знаю, это больше минут с половиной часов, это было... Ладно. Но я уже сердце летел. Я на стулье вот так откинулся. И два с половиной часа, скажи. И все, 15 минут. Раньше было у меня два с половиной часа. Это не было просто так. Это я постепенно, по пять минут карабкался. Днем самое главное, а ночью я переплетаю книги, слушаю Златоуста и конспектирую. Мама, сынок, да ты еще не ложился. А вставать в 4.40, а время уже два часа. Это Бог делает так. Сейчас, конечно, я это не потяну. Я ложусь рано. Володя сидит еще, делает. Он все показал, он все тщательно выполняет. Каждый день 40-50 роликов ставится. Мне выставить надо. Потом разберутся люди. А посещаемость там минимальная. 10, 15, 100, больше нет. Дальше будут развиваться. Они готовы теперь, насчитанные. Больше всех, конечно, считает, вот, дорогой брат. Знаете, все слушают утром. Только рано уходите. Не просыпай никогда на утреннюю молитву. Лежу, нету. Два будильника. Два стоит, ни одного не стоит. У меня три теперь уже, еще Ольга звонит. Не знаю, как-то. Так, поехали. Так сам свой поставь. Сам свой поставь, будильник даю. Все. Ну, свой будильник поставь на телефон, и все. У меня три будильника, чтобы не проспать. Ну, я и говорю. Через стенку Надежды Васильевны палочкой стучи. Татьяна Кузьминична звонит. И Володя через дорогу звонит. Чтобы я не проспал. Стучаться, а у меня свет горит, я уже давно сижу. Но, чтобы случайно не проспать, я троих попросил. Три звонка поступают. Я не говорю, вы позвонили, а Господи, благослови Татьяну. Каждое утро. Первая молитва сейчас на Татьяне. Потому что она звонит. Всегда наказываешь, чтобы не проспать. Забота. Почему? Интимная встреча. С любимым и любящим. Вот так. Евангелие от Марка 14, глава 62 по 65 стихи. Иисус сказал, я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего лесной силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал, на что еще нам, свидетели, вы слышали богохульство, как вам кажется. Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему про реки. И слуги били его полонитом. Толкование. Первосвященник снова спрашивает Иисуса не с тем, чтобы, познав истину, уверовать, но чтобы иметь какой-либо предлог к осуждению. К словам, ты ли Христос помазанник, он присовокупляет. Сын благословенного, ибо многие были помазанниками, так, как назывались именем и цари, и первосвященники. Но ни один из них не был сын Бога, присно благословляемого и прославляемого. Посему-то и осуждение их будет тем большее, что они, не слышав это свидетельство, не уверовали. Ибо он приидет снова не без тела, но таким, кто может быть видим и узнан распявшим его. При этом архиереи исполнили обычай, архиерей исполнил обычай, разодрал одежду. Ибо когда случалось с иудеями, какая-либо беда или скорбь, они раздирали одежды. В настоящем случае архиерей разодрал одежду свою в знак того, что Иисус будто бы произнес хулу на Бога. И таким образом произошло великое зло. Я всегда задаю вопрос, на свой вопрос. Как вы запомнили? Потому что это прошлось по мне, вот как. Это главное. У кого это было, когда допрашивали себя? Когда тебя допрашивали? Было ли такое, что на себе раздирали там где-то? Ну, в другом виде сегодня это делается. Коммунисты и так разбирали телняшки? Если этого не было, а мне-то предъявлялось обвинение на государстве, то же самое. Для них идолом, как бог от советской коммунистической власти, идол лежит в Мавзолее. А я назвал его палачом или доедом. Вы лапки напотимаете, что вы сделали? На кого руку подняли? Мы вас в порошок сотрем. Я говорю, не зверглорим, падет КПСС. В аккордах радуги Иудина колена. Христос воскрес, воистину воскрес. А начальник говорит, ну мы вас отсюда живьем не выпустим. Я говорю, так написано, Анатолий Иванович. Написано? Ну, наверное, так и будет. Вот она вообще в оленной сидит. А то, что следователь меня допрашивает, принял крещение с полным погружением, это ничего не значит? Что начальник тюрьмы умер по-христиански, это ничего не значит? Что в тюрьме сколько людей, там никто не знает, сколько каялись, молились. Это что? Мне там надо было быть. И поэтому прошлось, и как спрашивали, и как я отвечал, что свидетельство какое? Вы видите как? Против кого? Статья-то как раз поношение, распространение заведомо ложных измышлений порощих общественных государств Тройсоветского Союза. Можно вопрос? Ну, для них, для коммунистов Ленин был их богом. И вы их бога как бы хулили. И они за этого бога вступали, заждая вас. Но здесь-то Христос, как он, он бога отца не хурил, он называл, как бы, богохульство в том, что он себя называл вместо бога. Так они понимают? Ну, понятно, это уже близко к этому. Они вот считали, что бог-то, вот, Владимир Ильич, вот бог наш, прямо мне это говорят. А я говорю, это все тленное, видимое временное, невидимое вечное. И стихотворение, что они взяли, клуб, вот который на Ленинском, стоит здесь недалеко, стоит свой рот ащерев, пометный птиц подставил голый щерев, вождь атеистов, солныши иуд. Следовательно написал, нужно счастье, мы памятник. Нет, ну, Игнатьевич, с теми понятно, что, но в чем богохульство Христа было? К равным-то отцу себя делал, что ангельские силы сядет на небе, то другое. Что он себя... Он себя называет богом. Тебе нужно шулька на руку почитать, если ты не понимаешь. В этом и считалось богохульство. Человек смертный, за которым ошибок столько, субботу, главное, не чтит. И богом себя называют жив. Убить его мало. Я бы, конечно, потирали руки, как это... Есть божий суд Евгения Птушенко-то. Напрасно руки потираете рано. Есть божий суд на перстнике разврата. Он говорил, что в Иерусалиме камни на камне не останется. Весь храм разрушен будет. Игнарий Тихонович, ну а когда антихрист будет себя богом называть, а почему они не вспомнят, они же не будут считать, что это богохульство какое-то время-то? Конечно, сразу они будут считать. Надо сказать, что многие, которые сегодня его хотят вассорить, Машах, Машах, это мести, это, а они откроются, глаза, это три слова в антихрисе, Владимира Сергеевича Соловьева, хорошо описано. То есть примут православные, примут католики, протестанты. У протестантов за них выйдет Павел, у католиков Петр, у русских Иоанн. И вот антихристы спросят, скажите, что вам нужно, чтобы вы приняли меня? Они скажут одно только. Признай Христа за Бога, который сошел, умер. Э, этого я не могу. А православные другие скажут, ну что, чтобы мощи были у нас тут, церковно-славянские книги, колокола, храмы, позлащенные. Пожалуйста, только примите меня. У католиков свое там, Папа, пожалуйста, Папа вам будет. А секретантам что, что бездя разрешили на всех языках там говорить, ну по-своему это, по-по-это. Всем даст, ну там и там, и там, говорит Соловьев. Найдутся люди, которые не пойдут. Тогда он им сразу объявит смертную войну. То есть он реально это все как бы видел. Он 49 лет всего жил-то, Соловьев. Ну, какая-то, скорее всего, будет предвыборная кампания, да? Ну, можем так вот, идию дьяволу когда дает. Идию дьяволу. И когда люди согласятся, проголосуют за него, как за владыку мира, а христиане истинные, они не понимают. Вот это, в этот власть пришел дитер, Сталин, Ленин. Это все прелюдия посмотреть. Это детская игра. Что тогда будет нежзи... Ну, были же последователи, которые... Даже и священники некоторые были. Все. Тут все будет по-другому. Не продать, не купить. Ну, это смерть, по сути, да? Или как? Кто поможет? Да. Ну, допустим, как у нас, почему много воров? А почему мусульман нету? А потому что у них с детства, ему говорят, Сынок, если ты свороешь, смотри, поймали вора. Жизнь прожили некоторые люди первый раз. И это Григорианс пишет, были легенды Востока, книга. И он говорит, назад, проходя мимо базара, мы увидели кисть, прибитую, почерневшую на базарных воротах. Ему говорят, сынок, тебе правую руку сразу отрубят. Дальше. Ты не имеешь права в дом войти. С тобой жена не имеет права жить. Никто не имеет права тебя карнохорбить. Тебя хоронить никто не имеет права. В больницу тебе нельзя, перевязку нельзя. Это за то, что своровал. Ты потом их с детства учишь. Ложить надо никто не возьмет. Ну, это хорошо, но это все с страхом. А у нас то же самое. Мы же не воруем где любовью. Почему? Ну, во-первых, мы все братья и сестры, а во-вторых, в моем Иисусе это не угодно. Нам никто в руки не рубит, а мы же не воруем. Вот мой отец, он так и, когда пьяный, может закурить даже. Выпивал, даже валялся. Не ругается, а выпить, материться. Но когда узнал, что по деревне ездят пшеницу, продают кто-то, он торопился домой с поля-то. Ты, Мария, не брала в них пшеницу? Она говорит, нет. Ты спросил, а соседи брали. Она вам нужна курицам. Но они дешевые продают. Где они ее взяли? Они сказали, на разъезде им дали. Хватит слушать. Отец неграмотный допрашивает. А на завтра милиция, как начальник исполняет по дворам. А у вас, а у кого нашли, он купил тонну. А дома две тонны было. Все подгребают под одно. И статья. Ворона. А отец отбил. Мать прямо перед отцом трепетала. Да нет, Тихон, да нет, нет, не брали. Мать взяла бы, я думаю. Но она боялась отца. И они подъехали, машина постояла и отъехала. Откуда отец знал? Он это знал. От какой беды избавил. И поэтому знали. Здесь не надо смотреть. У меня было меня задерживали. По другому делу. Там кто-то подошел и говорит, вы его не знаете. Такое-то, они сразу, извините, идите отсюда. То есть к общей компании меня хотели присчислить. Притом я один раз водку пронес на рабочий, на завод где-то. Другой раз с ворами знался. А я как раз без собаки. А они повытаскивали ковры, холодильники, грабеж. Я двумя собаками, а там человек и четыре было. Я расправился. Заставил занести. А собаки у меня в уголовном розыске занимались. Все туда. И дали слово, что больше не придут. А я им дам слово, что я их не выдам. Но уже узнали. Утром уже милиция была у меня дома. Кто был, кто воровал. Я говорю, что-то потерялось? Нет. Больше ничего не спрашивайте. Я сделал, что мог. Но вы же знаете их, знаю. Больше их здесь нет. Но они потом появились. Появились отблагодарить меня. Где-то, говорит, машина опрокинулась. Возг там. И вот у меня колокол потеряет. Висит. А это колокол они подарили. Уголовники. Ну, я так поверил где-то. А вот такие круги, которые, батюшка, воска такой толщины. Пришли. Отец, мы тебя хотим поблагодарить. Один раз меня было здесь зажали. Вот на челюсти поворачиваем. Когда где-то. А один подошел. О, кого вижу. Вот как с газом было-то. Шубу сняли с него. И эти узнали. Домой провожать пойдут. Это тот человек, я вам рассказывал, который спас нас от милиции. Все равно где-то как-то прорвется. И Бог узнает. Но только всегда будь счастливым максимально. Если он здесь, я вам сказал. Я так не оставлю. Если не дадите слова. Они дали слова и больше не дали. Я сделал, что? Очистил дорогу. Вернул государственное имущество. А в тюрьму никого не выправит. Она только его научит большему. Поэтому я не одержанно работаю. Так все, ну, как могу. А вы знаете с преступником? Знаю. Малышей задержал. Им стало Христе говорить. Утром с участием в дверь я вышел. А они вот такие ящики с виноградом. Они их вот такой стопой наложили. С вагона-то. Деда, а ты вчера нам что-то рассказывал. Расскажи еще. Мы тебе вот подарок принесли. Я говорю, ребята, поезд еще стоит. Быстренько назад утащите туда. И тогда приходите. Из тамбура. А они добрые ребятишки. Молоденькие совсем. Лет 14-15. Это у меня все было. А я с ними занимаюсь. А мне записку блять. Ты не прекратишь наших детей совращать. Мы тебя живем со свету. Это родители уже. А я их спас от тюрьмы. Ну и брат. Много же в моей жизни было. Которые не вошли в книги. А тут я работал с малолетними преступниками. Которые сидят. И когда едут на дорогу. Меня на суд везут. Помолитесь. Я помолился. Они до того радостно и вернулись. Человек, наверное, 8. Какой-то. 8. Пацаня-то изнасиловали женщину. А другие там и не трогали. Там им 56 лет, кажется, надо было дать. А вернулись. Оттуда отец. Бог-то есть. Вы за нас помолились. А нам всего на всех. На пятерых. Кто-то там дали всего 14 лет. Какой срок-то? По 2 года. Вот как. Счастливцы. А она сумела. Никого она не опознала. Эта женщина. Эта девушка. Ли кто она. Ну и сгребли всех подряд. Эта власть знала все. И относились. Я уезжаю в Потеряевку. А начальник тюрьмы мне говорит. Так. Нам нужно знать, где вы будете летом. Если случится захват заложников, сразу за вами. Они заложников взяли, чтобы убить. А если я среди них буду, все может разрешиться по-другому. Такое и было. Вместо тюрьмы. А тут 3700 человек. Ни одного захвата заложников при мне не было. Ни одного. В голодовку перестали входить. Я по рации выступал и по камерам шел. Это опыт. А опыт почему они знают о каторжи? Я только заглядываю, а они меня за своего признают. Значит, тюрьма мне пошла на пользу. А что ты учишь, Поп? С таким пузырем пришел. С такой мамоной ты меня учишь. А они на меня показывают. Я иду такой, как я, в заплатах. И вижу, какой есть. И они меня принимают за своего. Особенно женскую камеру, когда откроют, они... А, о, о, сразу вот так вот. Я говорю, что ты грешница испугалась-то? Еще не суд божий-то. Ну вот эта. А которая ведет меня, сопровождающая. Так, ходяйтесь, батюшка пришел. А как, совершенно голая ходит. И когда он посмотрит, оделись, тогда меня запускают. Чтобы не посмотрел с вожделением. Вот откуда у нас пошло она, да? Что откуда пошло? Каждый раз у меня пошло. Каждый раз у меня пошло. Каждый раз у меня пошло. Илюй, что тебе еще надо? Илюй, что тебе еще надо? Евангелие от Ларка, 14 глава, 66-72. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника, и увидев Петра, греющегося, и всмотревшись в него, сказала, «И ты был с Иисусом Назарянином». Так, постой, прочитай с интонацией. Еще раз. «Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника, и увидев Петра, греющегося, и всмотревшись в него, сказала, «И ты был с Иисусом Назарянином». Так, подожди-ка, а ты как произнес это? Вот эти слова, Илья, женщины. Как? По-проще, наверное. «И ты был с Иисусом Назарянином». Женя, не спрашивает, да. Женя, а ты как произнес? Какая интонация? Те же самые слова. «И ты был с Иисусом». Она его не допрашивает, она его упрекает. «И ты был…» Вот, в основе на нации все на то, что упрашивают. Здесь точка стоит, виноват. «И ты был с ним». Она сразу его… «Так ты же был с ним». Это он, хватайте его. Вот это надо так произносить. Когда артистов спрашивает, как. А Шаляпин в это время вышел, и говорит, ну говорите, прям слушать нечего, никто не верит. Ну, вышел, минуты четыре прошло, он такой, Саша, влево, влетает. Горит театр, таскали. Как все бросили? Подождите, я просто показал, как надо говорить. Все артисты ломанулись в дверь, он их остановил. Не верил. Один говорит, подскажите, ты можешь изобрать где-то солнышко? А у него голова была рыжей возрастом. А он за этот сел, ну такой как это, и в сигнеет-то. И оттуда, у него волосы растопылись, как лучший солнце. Я говорю, бежу солнца, входит из-за тугородки. Пошли. Значит, надо считать правильно, войти в эту роль и очень сильно пережить. Меня она упрекнула, она меня узнала. Это что со мной будет? Я говорю, да что ты говоришь, я там не был никогда. Ты что наговорить-то на меня? Это надо тренировать, показать. И режиссер, который, он все это переигрывает. Неправильно. Вот от пыли был, который, который режиссер снимает. Бондарчук. Почему он, судьба человека, сам стал играть? Никто не может сыграть, как? Когда он из плена возвращается, в плену был. И он сам играет эту роль. Знаешь, видел же? Судьба человека, Шолохова. Это надо, вот это вот, не надо быть даже артистом, чтобы понять, как разговаривать. Что здесь заложено? И как бы я себя повел? Вот это значит, вникать в сердцевину писания. И оно сразу, как оловом на камне, как Евг говорил. А не просто прочитал, все считал. Молился, а еще молился. Такая молитва до потолка не доходит. А другая молитва, она, говорит, проходит ангельские щены, архангельские не останавливаются. И только у Триединого Света повергается вниз. Вот как сказано. А то у Серахова сказано, что молитва смиренного проникнет сквозь облака, и он не утешится, доколе она не дойдет. Я считаю, что я правильную интонацию выбрал здесь. Она без вопроса идет, она ему конкретно сказала, и ты был с Иисусом Назернином. То есть она ему просто сказала. Она показала на него, что он был конкретно. Тут не видно упрек это, что... Но она на него указала. Вот и все. Я потерять не сказал. Как вы представляете, Ирия, пророк, как выглядел? Ну все, кого вы знали, знакомых нет. Я говорю, я одного знаю. Рубить им головы. И все, и 850 голов отлетело. Первый же мой разговор с Сашей Бухой этим и закончился в 96-м году. Меня привели на суд, помните? Меня привели на суд, братский. И вы говорите, ну давайте сейчас, давай рассказывай, почему, братья, думают, что ты сейчас им всем головы поотрубаешь? И я начал им доказывать, что я миролюбивое существо. Встал на колени, к каждому подполз и поцеловал руку. Один Саша только, Загуляев, упал передо мной тоже. И мы с ним обнялись, так поцелались. Он говорит, я ничего против тебя не имею. А все остальные приняли как нужно. Там Саша Буха сидел, Леша Загуляев, там еще, там Муравлев. Все приняли. Так пошли. Потому что действительно, думали, я отрублю. Все на все. Время, время, да, время. Моли на молитву. А то уже никого не будет. Достойно есть якова истину, Блажите Тя Богородицу, Присоблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Теруин, И славнейшую, без сравнения сироги, Без искрения Бога снова росшую, Сущую Богородицу Тя величайя. Игнатин Иванович. Господи Божий наш, Слава Тебе за эту возможность собираться, Вникать в Слово Твое. Если еще мы погрешили, Прости нас и помилуй. И будь с нами, Исполни благодать и Духа Святого. Не допусти, чтобы кто из нас оказался опоздавшим. Но всех нас введи, Вечные Твои обители, К этой небесной пристани, Чтоб пристала наша жизнь. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. У кого время есть, Помощь нужна. Везетки в Евангелие.